Финал Международной Олимпиады по основам наук прошел в Люберецкой гимназии «Интерес». Ее участниками стали школьники из России, Киргизии и Турции. Подробностью в сюжете Мария Антоновой. Китай, Чехия и Россия – страны, в которых в этом году проходит финальный этап Международной Олимпиады. В каждой из них выбраны площадки для проведения. В России одной из них стала Люберецкая гимназия номер 16, где Олимпиада такого уровня прошла впервые. Для нас это ответственно, потому что мы представляем Россию, мы представляем Московскую область и мы представляем люберцы. Поэтому, конечно, мы готовились к приему гостей. Нам хотелось, чтобы им понравилось у нас. Нам хотелось, чтобы мы действительно рассказали о том, как строится система образования России. Иностранным гостям в этот день рассказывали не только о российском образовании, но и провели экскурсию по гимназии, где показали классы, музей и собственную киностудию. Всего вместе с учителями на Олимпиаду приехало около 160 участников из России, Киргизии и Турции. Например, делегация из турецкого города из Кишихир приехала в составе 12 человек. И не пожалели о своем решении. Несмотря на то, что нам говорили о холодном климате, что, возможно, будет не так тепло, как в Турции, нам все понравилось. Погода была хорошая, солнечная. Очень остались довольны оказанным гостеприимством. Мы остались очень довольны и все впечатления превысили наши ожидания. Эта международная Олимпиада проводится уже на протяжении 14 лет. Задания участникам выдавали на национальном языке, которые решали на протяжении 90 минут. Кстати, организаторами мероприятия в этом году стали представители из Люберец, Стамбула и Екатеринбурга. Данный опыт очень интересен, потому что можно познакомиться с образовательными системами разных стран на практике. То есть, когда учителя и ребята приезжают в школу в другую страну, они общаются в неформальной обстановке. Они знакомятся, рассказывают друг другу о том, как они учатся. То есть, эта Олимпиада является не только соревнованием, где можно получить медаль, а найти себе новых друзей из разных стран. Итоги Международной Олимпиады будут подведены 13 апреля. До этого времени гости столицы посетят основные достопримечательности города. Мария Антонова, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.